Обычно фигуристы приходят на тренировки под новый купол на стадионе «Старт» в другой одежде. Но в тот знаменательный день специально для журналистов нашей пресс-службы надели фирменные зеленые футболки с надписью «Спорткомплекс Олимпийский». Поверх них поблескивали бронзовые медали из самой столицы. Поездка в Москву была заслужена многочисленными успехами салдинских фигуристов на областных, районных и других соревнованиях. Когда пришло приглашение на соревнования, радости не было предела, ведь это была первая поездка юных воспитанников «Старта» на соревнования федерального уровня. Как считает тренер, мастер спорта по фигурному катанию Елена Жгулева, выезд салдинских фигуристов в Москву – это престижно и значимо для начинающих звездочек. У самой Елены Александровны богатая спортивная биография. Ей приходилось бывать в Москве, Санкт-Петербурге, в том числе и за границей. Дети, конечно, шагнули вперед, они преодолели себя, потому что буквально, можно сказать, что две трети команды вообще не были в городе, столице нашей родины – Москва. Сам факт, сама эйфория давила это на них. Видно, что психологически они не готовы были. То есть работа и в этом плане, не только физическая. Спортсмены выступали с командным номером, в котором продемонстрировали групповое катание. 17 человек в возрасте от 10 до 13 лет выполняли различные фигуры синхронного катания – мельницу, линию, круг и так далее. Именно групповое, а не одиночное катание учит спортсменов быть единой командой, следить не только за своими движениями, но и зеркалить виражи товарищей. Жюри, просмотрев выступления 18 участников, присудила команде физкультурно-спортивного клуба корпорации ВСМПО «Висмо» третье место. Золото кубка досталось москвичам. При плотном графике спортсмены нашли время для экскурсий, посетив Красную площадь и Екатерининский музей. Но, конечно, главное – то, что верхняя солдат заявила о себе как о спортивном городе. Ведь фигуристы выступали не от Свердловской области, а отдельной командой, опередив спортсменов из Новоуральска. Покорять Москву мы еще будем, и если сказать, что покорили, наверное, нет, но мы заявили о себе, сказали, что мы есть. Точка такая в России, когда спрашивают, а где такая верхняя солда, как они говорят, я говорю, ну, если вы слышали, что такое Титановая долина, то это вот мы здесь. О-о-о, статус, мы сразу подняли только этим значением. Планы на будущее – совершенство технику упражнений на тренировках. Ну и хочется надеяться, что когда-нибудь солдатские фигуристы из секции старта заявят о себе и на соревнованиях мирового уровня.